Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня я наклею полноценное 5D, полноэкранное, точнее 5D, 6D стекло Bazeus на iPhone X. С таким наклеенным стеклом его надо снимать. В общем, новое видео и начинаем. Поехали! Собственно, перед нами iPhone X. Вот с таким вот экранчиком. То есть, с самого рождения на экране этого смартфона было установлено стекло. Но на тот момент, на момент продажи телефона, полноценных парноразмерных стекол не было. И было наклеено такое, какое было. Сейчас у нас есть вот такое вот стеклышко. Сегодня его приобрел. Также взял заднее, но заднее пока устанавливать не буду, потому что на задней стороне есть пленочка. В комплекте у нас есть вот такой вот конвертик. Надеюсь, там есть тряпочки, всевозможная штука. Здесь еще макулатура. И, в принципе, вот такой вот конвертик с самим стеклышком. Стеклышко я примерял, смотрел в магазине, чтобы все у нас подходило. Оно полностью покрывает непосредственно дисплей. И должно у нас все это дело полноценно установиться. Для того, чтобы начать установку, надо изначально демонтировать старое. Многие пишут, что надо это делать в присутствии, ну, в важной среде. То есть там в ваннах, в туалетах, еще где-то. Мы это будем делать прям вот так вот по фану. Стеклышко пока уберем сюда. Посмотрим, что у нас здесь в конвертике. Здесь должна быть трикулька. Да, она есть. Очень хорошая качественная микрофибра. Залог того, что все будет хорошо. Также у нас в конвертике есть стикеры, для того, чтобы вы сняли лишние вот такие вот стикеры. Если что-то вдруг, не дай бог, попадет под стекло. И два вот таких вот, как я понял, два и Base on User. Посмотрим, что здесь внутри. Но здесь у нас должно быть, короче, вот такая вот штучка в виде трипульки. Она обработана специальным раствором. Снимаю я на Honor 10. Камеру мне по-прежнему не хочется доставать. По причине того, что ее надо настраивать, что-то там подставлять. Это взял, открыл, достал и все. Давайте я сейчас обработаю дисплейчик и снова включусь. Пока оттираю дисплей от предыдущего стекла. Клея на не очень дорогих стеклах достаточно много и оттирается оно весьма долго. После того, как вы сняли старое защитное стекло, какое бы оно у вас ни было, вам очень тщательно надо протереть экран устройства, в том числе сделать тщательный акцент на протирку именно краев устройства. Желательно, конечно, чтобы в комнате, где вы это все делали, было как можно меньше пыли. Ну, ничего страшного. Если пыль будет, ее просто перед самой установкой надо очень тщательно стереть с устройства. То есть это помогает микрофибра, которая присутствует в комплекте и для которой у вас есть дополнительная. После этого вы берете стекло, которое хотите установить без разницы на какой смартфон. Обязательно протираем края устройства. Еще раз, перед тем, как отклеить защитный слой, смотрим, чтобы у вас не было никаких пылинок, возможности. Потому что это достаточно проблематично потом приподнять, тем более полноразмерное стекло и достать из-под него грязь, пыль, соринки. После того, как у вас соответствуют все вырезы и совпадения по торцевым линиям, еще раз смотрите. Еще раз смотрите все, чтобы у вас это дело аккуратно. Особенно по... Здесь прямо не видно, то есть заподлицо до такой степени стекло полноразмерное, что вы не можете увидеть, где оно соприкасается с корпусом непосредственно 10-го айфона. Начинаете разглаживать от верхней, наверное, части к нижней. По краям у вас могут остаться небольшие воздушные камеры, но они должны со временем рассосаться. Плавными движениями сгоняете остатки воздуха. И, по большой сути, стекло на данный момент установлено. Сейчас стекло полностью установлено. Face ID работает, соответственно, датчики я никакие не перекрыл. Все срабатывает моментально. Единственное, что по некоторым точкам соприкасания с оригинальным дисплеем защитного стекла осталась еще прослойка воздуха. И в этих точках, ну, это проходит от 24 до 48 часов для того, чтобы... Видите, да? Правая сторона и левый нижний угол, и вот здесь вот, вот здесь вот. То есть там немножко воздуха. По самому стеклу на нем отличнейшее олеофобное покрытие. Очень хорошо в этом плане как бы скользит палец. Я буду дальше разглаживать. Я думаю, что все будет хорошо и удачно. У меня есть возможность доставать такие защитные стекла по 550 рублей плюс доставка. На Алиэкспрессе они стоят от 10 долларов. Поэтому, кому будет интересно, ссылочка, соответственно, в описании. Отправлю по всей России, почте России или как хотите. Комплектацию показал, само стекло показал, наклеивается. В принципе, есть для всех моделей. Поэтому, если что, пишите. Ну вот, ребятушки, вот так вот получается. То есть полноразмерное 6D люкс стекло с олеофобным покрытием. В нашем случае для айфона 10 господи фокус как прыгает. Я специально не включаю. То есть, видите, да? В тех местах, где было, я просто посидел. Да, я, скажем так, порастирал это все в течение 10 минут. Но все растерлось и все смотрится очень-очень достойно. Само стекло пока что мне нравится. Посмотрим, как все будет в эксплуатации. Ну, в общем, как-то так. Главное, смотрите на стыки. То есть, вот на вот это место, на углы, как стекло садится по периметру всего телефона. Это многое, о многом говорит, то есть, о качестве стекля. Чем качественнее стекло, тем лучше идет усадка на дисплей, на экран. Здесь у нас все точечки, точнее все датчики. У нас есть специальное отверстие. Все срабатывает. Проходить так чуть-чуть порастирать, чтобы совсем было плотное прилегание. Потому что клеится оно не только по краям, а полностью на всю поверхность вашего дисплея. Лайк за котейку, лайк за рассказ, лайк за iPhone X. Ну и посмотрите, это, собственно, старое стекло. С ним ничего не случилось. Оно само по себе, ну, просто вот такое. Обычное, самое-самое дешевое. Собственно, по прочности. Ну, такое себе. Обязательно будьте осторожны при снятии старых защитных стекол. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно подступайте в чат в телеграме, там проходит розыгрыш. Разыгрываем Xiaomi Mi Band 3 в каждый месяц в конце месяца. Принять участие очень-очень просто. Пишите комментарии, что вы супергерои. Обязательно пишите хэштег Donald Duck. И мы с вами увидимся совсем скоро в новых видео. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok